так ну что друзья мои наблюдаем очередной эскиз я так понимаю женщина кушает грация женщина что-то кушает мы же кушаем сегодня вот такие вот штуки не знаю что это но мясо здесь сказали нету сыр вон какие-то помидоры салат в общем такая штука и кофе вот это я не знаю что такое это что такое какая просто какая обычная какая горячий шоколад в общем шокаж горячий шоколад какао шакао если на пачангельском языке шакао чтобы два слова не заморачиваться и вот такой рисунок очередной так я так понимаю что это те которые слева у нас сейчас я друзья потихонечку так покажу маньяна маньяна вот я хочу нарисовать кабреле цвета мечты я делаю всегда так делаю так вот набросок это наш листик на котором мы рисуем вот например это дорога ну теоретически машина она вот вот здесь вот ну сейчас получился камаз цвета мечты вот и на нашей улице камаз апельсинами перевернется да ну на салфетке конечно рисовать лучше не надо и не так таким карандашом тупым естественно тоже тоже но и вот с помощью этого вспомогательного листика можно будет строить композицию например машина уже будет мы видим какого размера на здесь размер этого листика будет приходить где-то вот на такой размер там уже будет дорога люди или что и что-то там очень нацарапать попробуем сейчас друзья на канарских островах я обнаружил банан мутант чернобыля смотрите что происходит с бананами чернобыль ну вот так вот ну потому что ты очень подозрительная посмотрели сумку сказали покажите что у вас там потом достали крема у тебя этот крем звенит получается вот крем для загара или против загара или от загара от загара вот прозвенел так что сумки проверяют на выходе смотрят полиция не дремлет скажем так даже останавливает милых фрау что уж говорить о вожде хотя вождя последнее время чем больше вождь отращивает бороду тем больше его взгляд становится сумасшедшим тем меньше вождя останавливает я заметил на них только так надо воздействовать когда ты здесь хочешь как такой миленький это туристик такой прибывший типа прикидываешься что-то они тебя слишком часто тормозят ну по крайней мере меня даже теперь за тебя взялись видишь ты поняла как опасно сходить с вождем вот так вот такие вот маленькие зарисовочки в общем взяли воды взяли бананов каких-то этих штучек разных и идем вперед здесь тоже люди живут почтовые ящики есть таком очень интересном месте крыша видно вот прям так вышел из дома и просто спустился океану потом такой спуск тоже красивый вулканический камень вот растут деревья деревья такие смотрите друзья видите листья как лари грецкого ореха но не совсем но чуть-чуть так напоминает по крайней мере похоже вообще не похоже ну смотри разве не похоже разве у грецкого ореха не такие листья пишите друзья у них даже вон что-то растет вот упало только что смотрите тоже какой-то фиги в общем зеленые фиги если хотите кому-то показать фигу вот так вот можете ее показать папачангерский добрую фигу можно показывать вот таким вот образом вот такой пляж вулканический черный очень такой маленький такой индивидуальность можно сказать вид такой пляжик вот можно спускаться вот здесь а можно вон по лестнице кто хочет вообще красивые места какие своеобразные интересные вот смотрите как посмотри вон туда наверх ноги торчат лежит с тузиком подчерка какой красивый океан просто сказочно здесь видите загорают люди отдыхают купаются местные росписи надписи вот здесь также можно спускаться уже по такой лестнице допустим вы не хотите с берега идти то можно вот здесь не смотря на то что не было все равно напоминает самое интересное здесь тупик уже все лежаки вип лежаки это друзья за отдельную плату вот так вот квадрат малевича почему он вообще стал таким популярным потому что малевич он первый художник который осмелся изобразить просто какой-то предмет без смысла вот этот квадрат он просто есть черный квадратик и все просто квадрат никакого смысла никакой фантазии ничего никакой глубины именно поэтому вот так критиковали и так восхищались я сама не любитель абстракционизма но сам факт что он нарисовал что-то просто так без абсолютного смысла как-то ну лично мне это интересно но ты считаешь что смысла он туда не вкладывал изначально смысл был в том чтобы показать что нет смысла то есть показать что искусство закончилось не столько закончилась сколько не надо усложнять те вещи которые можно изобразить я вот так вот друзья видите каждый видит квадрат малевича по-своему кто-то там пиксель видит да кто-то кто-то еще что-то видит я конечно отдельную как-нибудь посвящу тему квадрату малевича потому что это очень долгая философская беседа которая может затянуться на пару часов я так думаю но мне интересно выслушивать людей которые рассказывают о квадрате малевича сегодня фрау тани тоже выразила свое мнение по этому поводу из ее слов я понял что художник хотел поставить скажем так не напрягаться в общем поставить точку но в любом случае он хотел удивить этим и более того когда была выставка квадрата малевича ее же поставили точнее этот квадрат поставили на место где была икона тоже не просто так не просто тоже пиар ход такой можно сказать черный даже пиар на религии притон да 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 искусство и общество вместе взяток вот то есть он не только написал показал что полностью деградировано искусство что искусство дальше развиваться некуда поставил так скажем жирную точку только в квадратном виде после этого он еще и на выставке это доказал сменив икону на квадрат малевича друзья мы пишите что вы думаете о квадрате малевича тоже с удовольствием мы с фрау почитаем а